Всем привет, с вами Павел и сегодня мы обсудим щекотливый вопрос, а именно может ли цейк профит быть меньше стоп-лосса. Есть стандартные рекомендации, что всегда цейк профит должен быть в 2-3 раза больше стоп-лосса. Все вы их читали, все вы их слышали, но кто применяет на практике? Ну вот честно. Давайте попробуем разобраться, всегда ли цейк профит должен быть именно больше стоп-лосса и можно ли оставаться в прибыли, если он все-таки меньше. Я создавал опрос на канале YouTube, кстати подпишитесь если вы не подписаны, а также в телеграм канале нашем. Ну и суть вопроса та же самая, что и название этого видео, всегда ли цейк профит должен быть больше стоп-лосса. Да, победила вариант, нет, меньшинство и зависит от системы на втором месте. Забегая вперед, спойлер, ну что все-таки это верный ответ. Аналогичный опрос в телеграм канале, только его создавал не я, поэтому здесь варианты ответа чуть-чуть другие. Создавал один из наших чатланинов, но суть та же самая. Большинство считает, что все-таки да, цейк профит должен быть больше стопа. Чтобы понять действительно ли цейк железно должен быть больше стопа, давайте вернемся к основам, к мат-ожиданию. Чтобы высчитать мат-ожидание, нужно винрейт умножить на среднюю величину вашей прибыльной сделки. Затем процент убыточных сделок умножить на среднюю величину убыточной сделки и вычесть из первого второе. Ну и получившийся результат будет мат-ожидание. Если оно положительное, значит все хорошо, если отрицательное, значит в долгосроке вы теряете. Естественно мы за подложительное мат-ожидание. Но вот эти все формулы и расчеты лично для меня звучат всегда немножко туманно. На мой взгляд, что такое мат-ожидание прекрасно отображает данная таблица. Итак, что мы здесь видим? Мы видим соотношение прибыль-риск, ось по вертикали и винрейт, то есть сколько у вас процентов прибыльных сделок по оси по горизонтали. Что мы видим? При винрейте 20%, то есть у вас каждая пятая сделка только прибыльная, а вы все остальные закрываете в убыток. Но если у вас прибыль в 5 раз больше, чем убыток, то вы все равно в прибыли и так далее. Чтобы быть прибыльным с винрейтом 30%, вам нужно соотношение прибыли к риску 3 к 1 минимум. И мы подходим к теме нашего видео. Для того, чтобы оставаться в прибыли, когда у вас цейк равен стопу, вам нужно 60% прибыльных сделок и более. Соответственно, если у вас соотношение прибыли к риску еще меньше, то вам нужно еще больше процентов прибыльных сделок. Но это все теория. На практике вы много видели мониторингов, много видели советников, где эмоции не играют роль, это важно, которые действительно берут прибыль хотя бы в 2 раза больше, чем стоп. Много видели таких? Я не очень. Очень многие постулаты, вот такие догмы, что цейк всегда должен быть больше стопа, изначально придумали для фонды. Для фондового рынка, на тему которого написано все-таки 90% книг по трейдингу, откуда все эти правила, собственно, и берут начало, просто их переложили на Форекс. При этом стоит помнить, какой рынок вы торгуете. Особенность рынка Форекс – это возврат к среднему. Если особенность фондового рынка, по крайней мере, американского, у нас в России своя атмосфера, рост, стремление к росту, то особенность валютного рынка, так как валютные курсы не колебаются настолько сильно в течение короткого времени, то все-таки особенность рынка Форекс – это возврат к среднему. Что я имею в виду под возвратом к среднему? То, что в целом, в целом мы, отдалив, сильно отдалив, открыв дневной график, допустим, какой-то валютной пары, сейчас открыт доллар-франк, очень часто увидим вот такие зигзагообразные колебания, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Даже пресловутый доллар-рубль, который все знают, что всегда доллар растет, а рубль падает, да, это в долгосроке. Но если вот у нас сейчас открыт промежуток за 2015-2021, 6 лет, то что мы здесь видим? Вот забудьте, что это доллар-рубль. Вот просто вам показывают какой-то график. И если убрать вот 2014-й год, да, вот начиная с 2015-го смотреть, да, где-то с серединки, то в целом мы видим зигзагообразное, слегка направленное наверх движение. А теперь сравните с S&P 500, да. Что мы тут видим? Вы покажете ребенку график, он скажет, что эта штука всегда растет, понимаете? Совершенно другие основы у рынка. И получается, что если у нас большой стоп, а рынок Forex движется зигзагообразно большую часть времени, то есть у нас возможность просто пересидеть, как бы это негативно не звучало, убыток. То есть цена до него просто не дошла и развернулась и пошла в нашу сторону. А если у нас большой цейк, мы все по книжкам умножаем стоп на 2, на 3, на 4, на 5, да, пытаемся быть успешно успешными, правильными трейдерами, то банально цена, может, и пошла в нашу сторону, но не дошла до нашего цейка, развернулась и продолжила свое зигзагообразное движение, потому что цене плевать, что вы поставили стоп и умножили его на 5, потому что так в книжках пишут. Но при этом стоит помнить, что чем меньше цейк профит, тем более выше у нас должен быть винрейт. Это все верно. Так где же собака зарыта? Чего делать? Лично я считаю, что адекватный ответ на этот вопрос, точнее два ответа. Соотношение цейк профита и стоп-лосса должно зависеть от системы и от ситуации на рынке. Текущий пример. Доллар-франк закрылся ниже 200-й скользящей средней. Я собираюсь продавать в понедельник на открытии рынка. Ближайшая цель на уровне 0.8940, где-то вот тут. Какой мне поставить стоп-лосс? Можно банально посчитать, что у нас сейчас цена 0.9051. Открываем калькулятор. 90.51 минус 89.45. 106 пунктов. Мы решили, что у нас стоп всегда должен быть в 3 раза меньше, чем цейк профит. Делим на 3. 35 пунктов. Ну и что вы предлагаете? 0.9085 где-нибудь вот сюда поставить? Серьезно? Ну махнет хвостиком рынок, выбьет ваш стоп и уйдет вниз цена. Кому от этого легче? То, что вы поставили как панички стоп? Класс. Но вы же все равно проиграли. По стопам при торговле паттернов прайс-экшен мы проводили исследование, что наиболее эффективные стопы в целом, если брать среднюю температуру по больнице, по АТР от 2 АТР до 4. Я использую 2. На мой взгляд, это такая золотая середина. Можете исследование найти у нас на сайте. Все тайны паттернов прайс-экшен называются. В поиске на сайте вбиваете название статьи и найдете. Соответственно, смотрим, у нас АТР текущий 54 пункта. 54 умножить на 2 это 108. 90, 51, текущая цена, прибавляем 108, равно 91, 59, то есть 0,91, 60 где-то. Примерно можно поставить стоп-лосс. Итого, получается, что у нас стоп 108 пунктов, цейк 106. И это еще хороший пример, они практически равны. Бывает еще поменьше цейк получается, но просто по ситуации на рынке, по адекватной, по теханализу. И ранее в таких случаях я испытывал некоторое чувство вины, что как это так, я ставлю цейк профит, меньше стоп-лосс, а вот учить же и по-правильному же надо, чтобы всегда было больше прибыль, чем потенциальный убыток. Ну окей, если не трогать этот стоп, поставить цейк куда-нибудь пониже, на уровень пониже. Да, ну может дойдет сюда цена, может не дойдет, но давайте сюда поставим, чтобы прям вообще шоколадное соотношение было. Ну и что, сходит цена, а потом кто-нибудь из ФРС что-нибудь ляпнет и развернется рынок на долгие, недолгие, ну на несколько месяцев допустим. И что, будете сидеть собирать свопы? Класс, зато торговали по учебнику, супер. Мы подходим к тому, что нужно ставить стоп и цейк в соответствии с ситуацией и вашим видением рынка, вашей стратегией, вашим анализом, а не придерживаться каких-то догм. Опять же, есть отдельные стратегии, допустим, советник Survivor у нас на сайте, можете скачать бесплатно, если интересно. С 2017 года, да, уже 4 года, ну вполне себе, пусть не идеально, но торгует в плюс, за все время, 400%, грубо говоря, заработал. И что у него со стопами, с цейками? Смотрите, у него стоп, 115, ну в зависимости от ситуации на рынке и от пары ставит, 115, 160, 190 пунктов, ну 115 чаще всего мы видим. И цейк, 12 пунктов, 14, 11, 10, 12, 14. Но он закрывает еще, не дожидаясь, конечно, стопы и цейкам, еще по своим показателям, а также по трейлингу, насколько я помню. Да, ну и вы вот видите, собственно говоря, что вот 390 страниц сделок. Но суть в чем? В том, что цели небольшие, а стопы большие. И при этом советник держится, и по мнению MyFXBook, вероятность полного слива счета якобы меньше 1,5%. Ну, я в этом не согласен с MyFXBook, но тем не менее. То есть мы также подходим к тому, что, учитывая особенности рынка Forex, есть целые системы, стратегии, роботы торговые, которые используют во много раз больший размер стопа, чтобы банально пересидеть убытки, да, и небольшой размер цейка. То есть у них высокий винрейт, хотя соотношение риск-прибыль так себе. И тем не менее, они вполне могут быть и зачастую являются прибыльными. Однако большой цейк тоже имеет место быть, если для этого есть адекватные предпосылки. Опять же, по фунту мы где-то вот тут покупали, да, я выкладывал обзор на YouTube. И здесь очевидная цель, соответственно, наверху, вот здесь. Ну и зачем мне брать небольшую цель, если для меня на дневных графиках, очевидно, цель более высокого размера, да. Ну и здесь получалось, по-моему, чтобы не соврать, где-то цейк в 2,5 раза больше стопа, что-то такое. Опять же, тоже такое возможно. Если есть ситуация на рынке, если ваш анализ показывает, что да, без проблем адекватный размер прибыли больше стопа, то да, супер, отлично. Торгуем. Потому что упускать большое движение, чтобы взять поменьше прибыль, потому что вы там чего-то там боитесь, что развернется, хотя анализ показывает другое, это тоже не очень разумно. Не стоит придерживаться догм, важна золотая середина между стопом и цейком, которая зависит либо изначально от стратегии, либо от текущей ситуации на рынке и вашего видения текущей ситуации на рынке. Если есть возможность, да, ставим цейк больше стопа, отлично, это вам плюс. Но если вы не видите возможности для рынка так далеко уйти, то увеличивать цейк от балды или наоборот уменьшать стоп, потому что что-то вы там рассчитали по калькулятору и рынок прям ни в коем случае не выбьет ваш стоп. Да с чего бы, возьмет да выбьет, ему плевать, что вы там рассчитали, какие у вас там риски. Поэтому всегда смотрим на текущую ситуацию на рынке, помним про особенность рынка форекса, а именно возврат к среднему, но не злоупотребляем ею, так как тренды тоже есть. И стараемся жить в реальности, да, в реальности того, что сейчас происходит на графике, а не только вот что по книжкам написано, что стоп должен быть больше цейка. И помним, что чем больше стоп, тем больше у вас должен быть винрейт, чтобы вам оставаться в прибыли. Помним о вот этом вот соотношении мат ожиданий, которое зависит от соотношения риска к прибыли и винрейта, то есть процента прибыльных сделок. Ну а у меня на этом все, с вами был Павел, очень интересно услышать ваше мнение по поводу этого животрепещущего вопроса в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok